...за 2022 год. На территории района Берелёва-Восточная располагаются два филиала государственного учреждения города Москвы, территориального центра социального обслуживания Царицынский, филиал Берелёва-Восточный и филиал Берелёва. Филиал Берелёва-Восточный расположен по двум адресам. Это улица Липецкая, 36, дробь 20, занимаемая площадью 496,4 квадратных метров, и на улице Липецкая, дом 17, корпус 1, занимаемая площадью 254,6 квадратных метров, стендами и форматом. Филиал Берелёва-Восточный, филиал Берелёва полностью приспособлено для маломобильных групп населения, оборудованно пандусами, поручными навигациями по правилю информационными табло и стендами. Самой главной ценностью для всех сотрудников центра является человек. Во главе стоит человекоориентированный подкорщик. В 2022 году получили социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 2837 человек. За 12 месяцев 2022 года в рамках государственного задания было наказано 259 406 социальных услуг, 19 171 социальных услуги на оплатные условия на сумму 1 239 331 рубль 69 копеек. В 2022 году сотрудниками филиала Берелёва-Восточная было оказано 1016 срочных социальных услуг. Из них доставка продуктов питания, первой необходимости 30 30 услуг, содействие наказания медицинской помощи и обеспечения по заключению медицинской организации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 916 услуги. Реализацию проекта обеспечивают сотрудники отдела долголетия в сотрудничестве с организациями и участниками проекта, предоставляющими досуговые занятия в офлайн и онлайн форматах и на свежем отдыхе. В генерале 2022 года по декаб 2022 года было открыто 144 группы с досуговыми занятиями по различным направлениям, с 35 организациями, участниками проекта «Московская долголетия». Проект «Московская долголетия» очень востребован жителями пенсионного возраста в районе Берелёва-Восточная. Долголетия района принимает участие во всероссийских, городских, окружных районах мероприятиях, конкурсах, а также соревнованиях на свежем воздухе, где являются призерами. В 2022 году прошло 91 мероприятие. В регулярной сдаче плазмы крови в московских учреждениях здравоохранения для её последующего использования при производстве жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. 51 сотрудник нашего центра принял участие в этом проекте. Ежегодно на базе филиала организовывается возможность принять участие в этнографическом дистанте. В 2022 году приняло участие 41 человек, из них 23 наших сотрудников. В декабре 2022 года сотрудники центра социального обслуживания перевоплощались в Дедов Морозов, ездили по всей Москве, чтобы поздравить семьи мобилизованных, подарить детям. Мониторить социальной и демографической ситуации уровня социально-экономического благополучия граждан на территории обслуживания, продолжить выявление и дифференцированный учёт граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых информ, помощи и периодичности её предоставления. Оптилизировать работу по широкому вовлечению населения района мероприятия городской программы «Московское долголетие», продолжить мониторинг ветеранов пеликатической войны 1941-1945 годов, более детально проработать вопрос по проведению мониторинга граждан старшего поколения, совершенствовать работу между ведомственным взаимодействием с государственными и общественными организациями, развитие волонтёрского движения с целью организации культурно-досуговой деятельности в филиале «Верлево-Восточное», повышение кадрового потенциала центра за счёт повышения уровня инвалификации специалистов, реализация городских социальных проектов и программ, выполнение государственных заданий, оказание социальных услуг, продолжить работу по активному выявлению инвалидов, особенно молодого возраста, в том числе впервые, получивших инвалидность для проведения ранней непрерывной реабилитации или обилитации с учётом их потребностей на основе внедрения в работу отделения филиала инновационной модели социальной реабилитации и КС-менеджера. Продолжить введение строгого учёта инвалидов в рамках района «Верлево-Восточное» и определить структуру потребностей этой категории для реабилитационных услуг, организовать предоставление реабилитационных услуг. В общем-то, конечный вопрос. Хочется выразить слова благодарности, пожелать удачи. В вашем лице ещё вводить материал Кураева и Наталья Владимировна, просто я не только не буду, но ещё сам директор государственного бюджетного учреждения личности, который вы знаете. Мы проводим совместные мероприятия, в том числе и с детьми. Спасибо. Ещё вопросы есть? У меня есть вопрос. Евгения. Я знаю, что много жителей района участвуют у нас в проекте «Активное долговечение». И мы, как поликлиника, раньше тоже участвовали, как представляли услугу в этом проекте «Активное долговечение». Сейчас у нас в поликлинике капитальный ремонт, поэтому у нас достаточно такое сложное, скучное состояние. Но после того, как мы въедем уже в наше обновление, естественно, мы будем с вами взаимодействовать обязательно. И у меня вопрос, какого плана? Значит, сейчас форма взаимодействия это в виде выдачи вот таких рецептов долговечия. Мне хотелось бы узнать обратную связь. Вообще, доходит ли до вас граждане с этими рецептами долговечия, либо они плохо доходят, как-то нужно активизировать работу в данном направлении, в виде, так сказать, может быть, каких-то сообщений, лекций там, в социальных сетях, так далее, там, подобное. Они доходят, но не всегда, скажем так. Не всегда, да. Не очень много у нас вот именно по рецептам долговечия приходит, приходит к нам иногда вот как бы просто на консультацию, поговорим там, ну, вековременно, либо еще что-то. Ну, вообще и тут люди. Да. Музыка, руководители городских организаций и заслужив информацию исполняющего обязанности директора государственного бюджетного учреждения города Москвы, территориальный центр социального обслуживания Царицынский о работе филиала Бельмёва Восточная и Бельмёва в Совет депутатов муниципального округа Бельмёва Восточная решил принять информацию исполняющего обязанности директора ГБУ ТСО Царицынский Макеевой Мариной Евгеньевной о работе в Яву Переволова-Восточной Переволова в 2022 году к сведению, направить настоящее решение в ГБУ ТСО Царицынский Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия, опубликовать настоящее решение в бюллетене Московский Муниципальный Вестник и разместить на сайте муниципального округа Переволова-Восточная www.mrmrbv.ru Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Переволова-Восточная Антонова Ларисы Петровны. Спасибо, Антония Викторовна. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Не задержался. Кто-то единогласный. Спасибо большое, Марина.